Студия Старлада возвращается к вам. Со второй игрой не вышло нас посмотреть на интересную первую партию. Как-то был 3-0 и без борьбы сдался Калента. Ну а теперь посмотрим, как сыграет Ксикса против Залая. Да, вот у нас уже есть первый претендент на последнюю путевку на ламмфиналы Старладера. Это Таис, который победил в первом противостоянии Калента со счетом 3-0. Ну и сейчас мы посмотрим вторую пару Ксикса против Залая. У ребят агрессивные лайнапы. Проигравший падает Калента и будет сражаться за возможность продолжить свое участие. Ну а победитель сразится с Таисом за выход в гранд-финал. Да, именно так, друзья. Уже у нас известны результаты первой игры. Посмотрим, как для ребят будут играть дальше эти нефрид-друиды. И в принципе, вот хочется отметить, друзья, из тех, кто у нас прошел пока что на ламмфиналы. Найман и Эрдио использовали агрессивные колоды у Станцевки. Такой сбалансированный лайнап, но тоже ближе сдвинут в агрессию. Единственный игрок, который прошел с более контрольным лайнапом, это на Ире. В примере, если брать по последним турнирам, у нас сохранялся паритет между контролем и агрой. На американском чемпионате вообще прошло 3 контрольной лайнапа и только один агро от Анта. На европейском чемпионате у нас было 2-2. Ну и вот на Стерладере у нас идет доминирование именно агрессивных колод. Любопытно будет посмотреть, что ребята привезут на ламмфиналы 9-11 числа. Будут как-то подвержены они вот такой небольшой эйфории от успеха агрессивных колод. Возможно, мы увидим вообще 8 агролайнапов. Или все-таки сыграют в контроль. Возможно, в антиагра, учитывая эти агролайнапы. Ну, посмотрим. Очень любопытно. Я думаю, что нас ждет масса необычных колод. Ребята будут пытаться подловить друг друга. Возможно, действительно, на ламмфинале Стерладера мы увидим что-то необычное. Лайнап Залеев. Банна отправляется. Агро-друид. В пули пират-воин. Также агро-мурлок-паладин и квест-разбойница. Да, видим, что под запретом у нас оба друиды, друзья. Но это уже не нефритовые друиды. Это чуть другая колода. Вы прекрасно знаете, это агро-друид. И агро-друид это та самая дека, которая, в отличие от своего зеленого собрата, играет с потрясающим винрайтом агро-друид. Сейчас чуть ли не самой результативной колодой является. Среди всех колод именно на турнирной сцене. Ну и агро-друид весьма и весьма часто отправляется в бан, когда играют два агрессивных лайнапа. Тут один из двух друидов стараются банить. Для Золей еще был шанс, например, при бане для Ксикса секрет медивмага, но все-таки больше он опасается именно агро-друидам. Да, но и Ксикса находится сейчас не дома в Германии, он находится дома у Элоис. Видим мы ее классический бэкграунд. Стримили они уже несколько раз вместе. Смотришь Элоис? Смотрю Ксикса. Хотел полоткалоть, не получилось. На самом деле Элоис очень достойный игрок. Видим фирменное кресло у нас Tempo Storm. Все вы, друзья, думают, что знакома с Элоисой. Она является участницей команды Tempo Storm. А вот Золая в последнее время, скажем так, были у него небольшие перемены в командах. За последние полтора года он так успел погулять. И вот осел в Luminosity Gaming, где играет вместе с Frozen, который также у нас выступал на сезоне Starladder и почти сыграл 0-0-7. Но именно представитель Германии отдал победу для этого парня. Тут очень много наших зрителей задавало вопросы. Я думаю, что стоит развеять все заблуждения. Многие как раз таки спрашивали, почему Ксикса на тот момент играл колодами с вольного режима, почему ему потом, в конце, после первой встречи с Frozen дали тихлуз, что вообще происходит. Потому что многие пропустили трансляцию, они не знали, что это была предварительная договоренность Ксикса, Frozen и нашего судьи. Для Ксикса на тот момент эта партия особо ничего не решала. Но там у него в Китае уже была глубокая ночь, и ребята решили сыграть более такое фановое противостояние, потому что для Ксикса уже, как и для Frozen, ничего не решалось. Поэтому мы увидели необычное противостояние, где Ксикса играл на пират-разбойница. Frozen, в свою очередь, отыгрывал на Мали Друиде. Мы посмотрели интересную игру. Просто многие недоумевали, что происходило, почему у Ксикса тихлуз, и что вообще это значило. Так вот, друзья, это была специальная предварительная договоренность, для того, чтобы ребята показали какие-то необычные колоды. Договорничок. В общем, Залая у нас играет на пират-разбойни против Квостроги от Ксикса. Квострога плохо играет с агрессией, но вот как раз-таки колода Ксикса, она, в принципе, играет с агрессией лучше него. Ксикса, качество перотвар для нее является плюсовым матчапом, но вот мы видим Талвирского Камнемага. Я уверен, что в этой колоде есть Смоляные Стражи. Думаю, что где-то тут затесался ползун Галака вполне возможный. Вот Залая долго думал над первым ходом. Было у него два выбора. Это или первый помощник Анзота, или топор. Ну, понятное дело, что Дерзкая Наречица не рассматривалась, или удар героя. Но вот выбрал в итоге топор, и вот теперь у нас уже полетит Дерзкая Наречица на стол. Для Ксикса есть возможность раскручивать квест. У нас есть шаг сквозь тени, есть молодой хвелевар, но вот нечего крутить. Это да. Здесь Залая за счет оружия и дерзких налетчиц решил сыграть максимально агрессивно, чтобы добавить на стол существа 5-3 под огненной секирой. Огневичок будет сейчас идеальным топ-деком. Он тебе поможет и Талвирского Камнемага поставить на следующий. Это Огневичок. Шикарно, шикарно, Ксикса. Как мы его будем выставлять? Вот в чем вопрос. Мне, пожалуй, тут нравится вариант с тем, чтобы попробовать проспами. То есть поставить Огневичка, сыграть шаг сквозь тень, поставить Огневичка и сыграть молодого хмелевара. Ну, как-то так. И ты на следующий ход уже можешь, точнее, через ход, выставить побольше существ. Хотя, ну, опять-таки, можно шаг сквозь тень сохранить и выставить просто Огневичка и молодого хмелевара. Посмотрим, сыграет ли Ксикса здесь в максимальную прокрутку. Да, все-таки шаг сквозь тень и молодого хмелевара. Любопытно, что сейчас выберет. Да, все-таки играем через проспам. Вообще стало три днички будем выставлять на стол. Так же, как вполне возможный вариант действий. Вот Ксикса, он пытается перехватить стол. Клинком мы добираем пирата-глазастика. Пират-дектантка, неплохой топ-дек. Это, конечно, неплохой ход для Ксикса, но ты сейчас теряешь возможность крутить Огневичка далее. Просто пытается отбиваться от агрессии. Видимо, таким ходом у нас представитель Германии. Кстати, что любопытно, многие задавались вопросом, что вообще Ксикса делает в Китае у Элла из дома. Ребята принимают участие в турнире, который проводится в вольном режиме. Поэтому сейчас он находится именно в этой стране. Что мы делаем? Мне нравится ход через дерзкую налетчицу, даже и первый помощник Гонзота. Да, безусловно, ты теряешь топор, печально, обидно, досадно, но ты контролируешь стол. У тебя будет на столе два существа. С пятеркой атаки 5-2-5-3, плюс тебе на столе будет существо 1-1. Вот как раз-таки Талвирского камнемага мы таким образом обыгрываем. Ну, как бы логичным, самым первым ходом, который бросается в глаза, является именно пират-сектант. Мы его уже озвучивали. Ну, и его выбирает, похоже, что Залай, и будем топить в лицо. Не трогаем стол вообще. Что у тебя по урону? У тебя по урону два удара секиры 12 хп, а в руках возьмем еще 8 единиц здоровья. То есть один удар дерзко наличься со стола, и ты леталишь своего оппонента в два хода. Но Осколок — это карта, которая может придержать урон. Вполне. Ну, а что дальше? Вот в чем дело. Вопрос только Осколок или Талвирский камнемаг. Осколок сейчас может заморозить две цели, и он также является элементарем. То есть Талвирского камнемага мы сыграем на пятый. Ну, тут, кстати, интересное решение для Ксикса. Он решил играть в проспам-стан на предыдущий ход, и вот сейчас вполне возможно, что будет дальше спамить игровой стол. Ну, и таким образом ты повышаешь свои шансы, что доживаешь до исчезновения на шестой кристалл, потом с помощью исчезновения ты убираешь стол, тем самым сбивая темп с пират-воина. В Талвирский камнемаге мы все три существа отдаем дерзко налетчицу. Далеко не самый приятный ход здесь получается для Ксикса, но первая цель для Разбойницы здесь – это максимальный контроль стола. Поэтому мы даже часто видим, как квест-разбойница вначале пытается занять стол, максимально разменивается, и только потом уже активируется задача. Вот именно в таком стиле играет Калента на своей квас-троге против агрессивных оппонентов. Именно так. Дерзкая налетчица плюс удар героя дает тебе сейчас возможность забрать Талвирского камнемага. Остается пират-сектантка 3-1, дерзкая налетчица с шестеркой атаки. Вариант номер два – сыграть у нас через удар, затем попробовать разменять лицо. Мы предположим поставить того же, не знаю, капитана южных морей. Ну, не знаю, мне все-таки кажется, что ход через дерзкую налетчицу – удар героя. Да, конечно, ты отдаешь 8 дэмэджа и все такое, но мне этот ход нравится, наверное, больше всего. Соглашусь с тобой, ты придерживаешь свою доминацию на столе. У тебя два существа 6-3-3-1, и при этом у тебя еще есть Каркрон в руках и капитан южных морей, который поход пиратов. Есть такое дело и еще один Талвирский камнемаг, но вот проблема в том, что Талвирский камнемаг не является элементарным. Соответственно, выставив эту карту на четвертый ход, ты не можешь ее поставить его собрата на пятый. Именно поэтому Талвиры потихоньку у нас ушли даже из лемшамов, хотя раньше там были очень популярны. Выходит сейчас ледяной осколок. Будем возвращать ледяной осколок в руку. Вопрос, кого морозим. Морозим лицо на перспективу жнеца, или морозим пиратсектантку как стопроцентное существо, и не бьем по ней лицо, мучая то, что у нас 16 дней здоровья. Забираем пиратсектантку, 13 хп остается, и спап на билке. Крюк на 2, или прямо сейчас 5 урона. Вот в чем вопрос. Залая видел Молдову Хмельмара на предыдущий ход, и понимает, что у нас ледяной осколок еще в руках у его оппонента. Это неприятный момент. Вполне возможно, что его лицо будет заморожено. Стоит ли забирать Молдову Хмельмара или топить в лицо? Стоит разменивать, таким образом ты сейвишь своих существ. Похоже на то, Залая такое решение принимает. Талверский камнемаг плюс 2 первых дроба, видели на ново осколка, и пиратам дает нам выгодные трейды и, в принципе, возможность перехвата стола. По крайней мере, ты остаешься все еще в игре, и это не может не радовать. И как же здесь играют эти четвертые дропы? Забираем первопомощника и будем наморозить нагу. Задумался к Сиксам. Полятое дело, что хочется сохранить ледяной осколок на седьмой ход, а сыграть ледяной осколок, затем вернуть его обратно в руку. Это все здорово, но только тебя могут просто уничтожить за такие действия. Нет возможности пройти через провокацию. Капитан Зеленямс не лучший топ-дег в этой ситуации. Причем пройти провокацию тебе нужно не только для того, чтобы добраться до лица, но и для того, чтобы убрать ледяной осколок, ведь квест крутится именно на этой карте от Ксикса. Тогда просто ударяемся, снимаем божественный щит с провокации, и больше нам ничего не остается. Ну что, Ваняш плюс ледяной осколок, ледниковый, вернее, осколок, который морозит лицо оппоненту. Ледниковый, ледниковый, друзья. Единственное, что тебя не устраивает в данной ситуации, это то, что пробав получит в дальнейшем залее на оружие от Наги и Капитана Зеленямса, но, как ты верно отмечал, осколок здесь тебя успокаивает. Каркронский воин может прямо сейчас выйти на игровое поле. А если сыграть в количество существ? Проблема в том, что если ты играешь в количество существ, ну, как ты можешь сыграть через Нагу плюс Капитана Южных Марий, ты тогда не забираешь ледниковый осколок. Там уже сейчас тройка на квесте. Любое возвращение ледникового осколка в руку, и квест выполнен. Плюс ты знаешь, что там еще есть, опять же, провокация. Именно так. Я думаю, что нужно забирать ледниковый осколок с помощью Каркрона и ставить того же Капитана Южных Марий. Ну и тем более у данной разбойницы нет хорошей возможности зачистить даже Каркрона 4.1, разве что принимать лицом. Я думаю, что залей в данной ситуации это должно устраивать. Вполне возможно, и даже если ты сейчас Каркрон отправишь в 500, то на следующий ход не летаешь с помощью Лероя. Если ледниковый осколок вернется в руку, тебя заморозят снова в фейс. Плюс там, ты уже верно отметила, есть провокация. Ну, посмотри, что выберет залая. Он так долго-долго размышляет. Уже не первый ход. Залая как можно лучше выбрать решение. В итоге играет именно через двух пиратов и выставляет ледниковый осколок. Придет ли стопдек, а возможно и забрать этот ледниковый осколок в руки? Нет. Но еще есть инженер-новичок. Ну, поехали крутить. Что тебя в данной ситуации может спасти? Нет, играем через элементалий. Соответственно, если нам развивают элементалия 2-3, напоминаем, друзья, уже два пулки холема вышла, то, соответственно, ты также делаешь квест. Но у тебя 9 единиц здоровья, у твоего оппонента 16, даже несмотря на то, что квест не выполнен. И сейчас... Ой, тут грязь какая. Да, здесь есть летал. Мы разбиваемся, снимаем божественный щит, размениваем провокацию и наносим 10 уроном. Именно так, 1-0 за Залая, и чего и следовало ожидать. Пиратвоин так и обыгрывает Рогу, хотя для Ксикса все было неплохо. Да, это не выполнено квестом на 4-й, на 5-й, но была провокация, была возможность крутить существа. И потихоньку Ксикса отбивался, но все-таки не хватило времени. Пиратвоин задавил. Залая забирает первую партию. Да, это далеко не самое лучшее противостояние для Ксикса, но он сражался достойно. Мы очень часто видим противостояние квест-разбойницы против Пиратвоина, где буквально с первых ходов начинает давить Пиратвоин, и у Роги вообще нет шансов. Но это не случай Ксикса в прошлой встрече. Там у него все-таки получилось дожить до мид и лейтгейма, но все-таки Залая у нас задавил. Да, именно так. Ну и теперь Залая забирает у нас Мурлок. Паладина, видим уже Финджа в руках. Это очень сильная, очень серьезная карта в данном противостоянии. Рука у Ксикса интересная. Есть огневичок, есть подготовка, есть шаг сквозь тень. Можно ставить абсолютно всю руку. Можно подумать над тем, чтобы сбросить подготовку и попробовать найти Молдова Хмелевара или Паромщика. Но в итоге сбрасывает и огневичка, у нас и подготовку. Интересное решение все-таки у нас от Ксикса здесь. Ну и от Залая у нас Волномут на первый кристалл маны. Два пирата плюс шаг сквозь тень. Это уже три существа, которые у тебя есть для квеста. Это здорово. Монета плюс обилка и удар. Ну и Ксикса должен молиться, что там не будет озерного охотника. А даже если он будет, то мы просто сыграем пирата. В принципе, более чем логичный ход от игрока из Германии. Тут нет вообще никакого второго хода, за исключением Рейнфорса. Рекрут 1-1 приходит на стол и Мурлок чапает в лицо всего с единичкой атаки. Квест. Матрос. Призываем Глазастика. 2-1 в лицо. Глазастики. Способность героя. Забирают стол. И условно обилка бьет последний для того, чтобы матрос мог атаковать. И тут теперь третий ход. И что это будет? Если ты ставишь одну из троек в виде, не знаю, Мурлока, Провидца или Алдора, то их элементарно разменяет твой оппонент. С другой стороны, не ставить ничего и прожимать обилку, это вообще решение очень слабое. Думаю, что даже Алдор в этой ситуации лучше всего для именно агрессивной доминации по столу. Я с тобой соглашусь, ведь потом после пятого хода под Мурлинзю ты сможешь добавить полководца или Оракула. И просто так отдавать на съедение эти шикарные третьи дропы Золая не хочется. Не хочется, и он их, собственно, и не отдает. Тут пылки элементарии, друзья, выходят за три карты. За три маны. Существо 2-3 на стол, которое после смерти даст двух пламенных элементарий. И, собственно, огневичок даст тебе еще и третьего, плюс шаг сквозь тень. И если пылки элементарий погибнет, то квест можно считать, что выполнен. Все-таки это существо 2-3 такую большую проблему создает. Да, но в отличие от Роги ты не можешь каким-либо образом морозить его, чтобы он не разбивался. Тебе приходится вообще самому давать самому оппоненту возможность выполнения квеста, но тут вариантов нет. У тебя надежда на Мурлинзю. На Мурлинзю, потом на усиление этого стола, на шестой кристалл, через полководца провидца. А далее адаптация, и, может быть, тебе удастся даже в один-два хода убить. Я вот смотрел возможность как-то выполнить квест прямо сейчас. То есть ты квест можешь выполнить, но не можешь его разыграть. Тебе четко 4 кристалл маны хватает. Мы ставим огневичка двух пылких, получаем в руку третьего пылка, ставим его на четвертый кристалл маны, играем шаг сквозь тень и ставим его еще раз. Но проблема в том, что если у Паладина есть освещение, у тебя будут огромные проблемы за этот ход. В идеальном варианте это сыграть сейчас осторожно и дать возможность себе выполнить квест на следующий ход, сыграть его через подготовку. Для этого нам нужно сыграть огневичка, предположим, и одного элементали. Придут поражать способность героя. Но тогда не выходит Талверский Камнемаг. Думаю, что все-таки нужно играть на квест. Ксикса так и делает. Вот не верю в то, что пойдет еще два. Но нет, нет, выходит все на стол. И не боится освещения у нас Ксикса. Поход в лицо и квест выполнен, друзья. Средоточие кристалла отправляется в руку. И на следующем мы его можем сыграть за два кристалла, используя подготовку. Это не освещение для Залая. Держу в курсе, друзья. И, соответственно, таким образом не может Залая забирать этот стол максимально выгодный для себя. Тебе сейчас придется отдавать сюда и удар сребряного клинка, и удар Алдора. И максимум на что ты способен. Это Мэрлинзя. Что-то мне подсказывает, что здесь для Паладина наступают тяжелые времена. Однако, даже с минимальными разменами, которые может здесь сделать Паладин, и даже выпуская Мэрлингу в Италии, ты не снимаешь проблем. Ведь активированная задача и постоянный сноубол с существами, ты плохо контролируешь стол, ты плохо его чистишь. У тебя нет возможности защищать существ 5-5 так легко. Ну, давай смотреть, что выберет тут Ксикса. Можно сыграть преп-квест за 3 оставшихся кристалла, предположим, выставить матрос и сыграть способность героя, чтобы этот сам матрос побежал. Можно просто проспамить стол, то есть таким образом сыграть и ледниковый осколок, и матроса. Вариант с лавирским камнемагом в игре тут слабее всего. Из-за того, соответственно, что ты не можешь сыграть квест, ведь он будет после препа стоить 2 кристалла, и все у тебя печально. Это так, но с другой стороны, ты не даешь возможности Мурлинзя призвать мурлоков на стол. Интересно, все-таки, какое решение будет принимать у нас здесь Ксикса. Серьезно? Да, он не хочет получать мурлоков на стол, он не хочет потом отдавать ресурсы. Он просто леталец следующим ходом через квест. Это понятно, но проблема в том, что освещение к золаю может рано или поздно прийти, и если это освещение прямо сейчас заходило бы, то для Ксикса эта игра, можно считать, проиграна. Нужно уметь рисковать. Подумал Ксикса и все-таки не обыграл освещение, и, как видим, здесь это сыграло ему на руку. Ну, в любом случае, этот игрок является одним из лучших в мире. По результату 2016 года просто невероятный успех для этого парня. Не удалось ему попасть на близко, но вот все остальные турниры он зафармил. Ну, почти все. Поэтому играть в Харсон он определенно умеет. Ну, у нас Ксикса сейчас четвертый в Европе, пятый в мире. И если на то пошло, он действующий чемпион второго сезона StarLadder Alix Star Series. Сейчас, напомню, у нас идет третий сезон. То есть он как раз-таки последний наш чемпион. Так что, я думаю, в компетенции этого парня не стоит вообще никому сомневаться. Ведь на протяжении нескольких лет он уже доказывает, что он понимает эту игру. Безусловно, но все равно все мы люди, и все делают ошибки. И чемпионы мира, и Ксикса. Не могу назвать этот ход ошибкой, это все лишь вариация. Ну, и он рискнул и выиграл. Да, Залая решил у нас не тянуть партию. Сдается, избавляется у нас наконец-то Ксикса от квест-разбойницы. Я думаю, здесь он должен выдыхать. Ну, осталось еще, конечно, одно слабое звено в его лайнапе. Это маг. Но стоит отдать должное, Ксикса на маге очень хорошо заходит. Учитывая, что это гибридная вариация Миди в Сикрет мага, у него заходы выше среднего на протяжении всего StarLadder. Ну, и как удастся отыграть для Ксикса на маге, посмотрим. В принципе, маг является сейчас довольно неплохим решением. И маги у нас добрались до Шанхая и на европейском чемпионате, и на американском чемпионате. И там, и там играли очень сильные ребята, то есть топ-64 своего региона. Поэтому маг, в принципе, сейчас все еще находится в топе. Правда, редакции в большинстве изменились. Гюнтер магов уже не так много. То есть Миди, магов, Дискавер магов, Берн магов, как хотите, так и называть эту колоду. Больше у нас все-таки Сикрет магов было именно в Европе. Вот американцы любят такую анти-агросборку Дискавер мага с двумя луканическими изделиями. Друзья, в общем, все колоды можете найти у нас в группе, где-то они постились, то есть там проскроллить сетку. Ну а в рамках Старладера маг это, по результатам групповой стадии Старладера, маг это самый неуспешный класс с самым низким винрейтом в 37%. Ниже винрейт только у тех классов, которые их не заявили на Старладер. Это чернокнижники и охотник 0%. То есть маг на Старладере выступает на данный момент хуже всего. Ну и опять-таки, пообъясняется, это очень просто. Колоды ребята заявляли еще до 10-го числа, то есть, естественно, это было 3 недели назад, друзья. Это было совершенно другая мета. После выхода нового обновления у нас постоянно меняется мета, и она двигается то в сторону агрессии, то в сторону контроля. И, естественно, вот эти конкретно сборки магов, они выглядят не так стабильно и не так хорошо. Маг Кевинтора. Активируем секрет. Мы, конечно же, размениваем вражеское существо. Вот опять ты посмотри, какой заход у нас для Ксикса. Опять есть третий дроп, который можно разыграть в связке с секретом. Ученица. Также есть Петроглев, как возможность поискать дополнительные опции. Опять хороший заход. Вполне неплохой заход для Ксикса, но у Золая есть шансы выиграть. Безусловно, у него отличается редакция мага. Эта редакция построена на вот их замечательных ребятах, которых зовут Виспы. Соответственно, за 0 маны ты получаешь, то есть, что 5-5, если квас тоже выполнен. Есть в руках 2 мимикрии. Медленно, но верно. Единственный момент, конечно, здесь для у нас в Золая, как снимать и как в дальнейшем проверять антимагию. Ведь если ты ее неправильно проверишь, ты можешь потерять очень значимую для себя карту. Уже Золая отдал монету для того, чтобы проверить антимагию прямо сейчас. Отдал Виспа для того, чтобы проверить отраженную сущность. Он понимает, что это какой-то из лицевых секретов, вероятнее всего. Соответственно, у нас остается или преграда, или глыба. Ну, можно, безусловно, думать над обращением в пар или череплетом, но этот секрет из колоды сомнительно, что использовал бы Ксикса. Ну, я думаю, я концентрировала внимание на важных заклинаниях в дальнейшем, когда тебе все-таки придется проверять следующий пак секретов. И ты точно знаешь, ведь ты пересматривал матч своего оппонента, что там играется антимагия в количестве двух штук. Да, есть такое дело. Ну, и для Ксикса четвертый ход. Что это будет? Эфириал агрессивно отыгрывает и забираем ледниковый осколок. Не знаю, Ксикса, что есть еще один ледниковый осколок в руках, ведь после того, как Золайс играл Мимикрию, одну из двух крайних правых карт достал он один ледниковый осколок, а, соответственно, второй находится где-то недалеко. Ну, и что у нас по прокруткам? У нас есть шаг сквозь тень, у нас есть хмелевар. В итоге у нас уже есть две возможности выполнить задачу. И плюс один ледниковый осколок уже вышел, еще один ледниковый осколок в руках, в руках готовый кваст. Теперь тебе нужно только подумать, как это все красиво и хорошо разыграть. Причем, когда ты крутишь осколок, это выглядит просто невероятно шикарно для тебя, ведь ты сдерживаешь те самые важные угрозы своего оппонента, замораживая этих существ. Ну, и Залая делал ставку, как и мы, скорее, на лицевые секреты, но мы, друзья, с вами прекрасно видели, что это был именно чероплет, и в итоге Залая у нас обманули. В руку ледниковый осколок не возвращается, и, соответственно, квест выполнить ты не можешь. Вот такая грустная история. Вот тебе и использование чероплета. Этот секрет по большей части не ожидают увидеть. Конечно, тем более, если ты используешь его вот именно в своей колоде, из какой-то раскопки против паладина, он выглядит очевидно. А вот родной чероплет определенно не ожидал увидеть Залая, и теперь у него проблемы. Проблемы он нуждается в хорошем топ-деке. Пятый кристалл маны для Ксикса. Есть два Петроглифа, есть антимагия, есть ученица-чародия. Можно это все скомбинировать. Будем вешать сейчас антимагию, отдавать ледяную стрелу молодого хмелевара и отыгрывать чероплета 1-3 как существо. Решил играть и начать ледяную стрелу не окрутить Петроглиф, не надеяться на возможный рандом, а сыграть стабильно, и таким образом получает очень страшный стол для себя. Как отвечать Залая? Есть у нас еще один висп с топ-деком, но молодого хмелевара уже был потрачен, и тебе нужен еще один ледниковый осколок. Ведь этот ледниковый осколок зашел из мимикрии, то есть где-то еще есть его братец. Ну и нужно не забывать, что только что был повешен секрет, поэтому Залая у нас проверяет все это инженером-новичком. Получаем матроса, проверили отраженную сущность, ну и отдать мимикрию на антимагию, это будет провал. Ну а опять, ну а что это за секрет? Ну то есть мы-то видим, что это антимагия, но вот как и в предыдущий ход, когда мы обыгрывали чероплет, нам нужно проверять все подряд. Ну и вот уже проверяет все-таки. Контерспелл видит, что это, потому что шанс того, что это ледяная глыба, ледяная преграда. То есть все-таки колоды, еще раз говорю, они трехнедельной давности. Что решил начудить Ксикса и добавить к себе в сборку, можно... Одному Ксикса известно. Именно так. Что размениваем мы мага 4-2, и с помощью оружия и глазастика размениваем ученицу-чародея. Ну и здесь поехали копать урон. Еще и разносчица кристаллов. И идеально в ману. Чертические суперстрелы выглядят любопытно. Ну или Петроглиф. Нет точно надобности копать, но запретное пламя. Это не какой-то контрольный матчап. То есть тебе нужно или забирать чертические суперстрелы, чтобы продавить, или Петроглиф, чтобы найти возможный секрет. Секрет или, например, урон, или возможность также добрать картам. Здесь смотрится достаточно неплохо, чтобы не играть на топ-деках. Ну и как раз-таки контрспелл позволяет тебе выставить разносчицу кристаллов за ноль. И ты можешь сыграть еще один Петроглиф. Урон или добор? Фаербол. Мне кажется, здесь в приоритете был бы и заходит огненный шар, который мы сразу же и забираем. 9-9. Сейчас будет эфириал. Забираем у нас. Чероплетом. Инженера-новичка. 7. И отправляем в лицо. 20 хп отказовая. И добро пожаловать в ад из секретов. Потому что это очередной секрет. Причем раскопил он из Петроглифа. И если до этого мы отыгрывали только от креативности Ксикса, то теперь мы отыгрываем... От рандома. От рандома. И что выбрал Ксикса? Это может быть, друзья, что угодно. Отраженная сущность. Ледяная глыба. Антимагия. Отраженная сущность. Еще одна. Антимагия. Ловит на себя исчезновение. И это провал. Беда. Печаль. И это победа для Ксикса. Ведь у него есть огненный шар за 2 кристалломаны. И тона урона со стола в лицо. Неплохо сыграна. 2. 1 в пользу Ксикса. Неплохо сыгран. Да, именно в агро-лайнапах начинает страдать Рога. Ксикса у нас выиграл со второй попытки, проиграв только пиротвой. Но вот для золая Рога оказывается не самый результативный против мага. И она все еще в пуле для этого игрока. И мы должны играть против паладина. Паладин не настолько агрессивная колода, как маг. Паладина меньше вариантов. Но мы сами видели, друзья, в игре Тайса против Калента, что может вытворить паладин с Голдфишем на четвертый ход. Ну а здесь уже весьма неплохо выглядит старт для Ксикса даже без мулигана. Есть Волнамут, есть Полководец, конечно, Тиреона и Смотрителя. Стоит сбрасывать. И что мы достанем? Краб. Да, Голодный Краб. И возможно, что-то взлетит Краба. Кстати, вот Голодный Краб как раз-таки против Мурлок Паладина выигрывает тебе раннюю игру. Именно так. Ну и рисунок предположить, что прямо сейчас у нас выйдет Голодный Краб. Или все-таки мы сохраним Краба под раскрутки дальнейшей. И в таком случае мы сыграем сейчас Ледниковый Осколок. Вот это на самом деле очень интересный момент. Допустим, мы отыгрываем Краба. Допустим, Паладин никоим образом не может забрать данное существо. При всем своем желании. На следующий ход ты его можешь вернуть и опять съесть Мурлока, если на второй ход что-то выходит. Просто объективно у Паладина сейчас в играбельных колодах нет оружия, которое даже за 3 Кристалломаны может забрать Краба 3-4. Объединяющий Клинок 3 единицы урона. Стоимость 3 Кристалломаны. Просто физически нет возможности забрать данное существо. Именно так, но в то же время у Ксикса хороший заход. У него есть освещение, которое может помочь забрать тебе стол. У него есть Мурлинзи. И если вдруг Залая тут рискнет, так как рисковал сам Ксикса и выставил у нас 4-5 существ для попытки перехвата стола, то он будет наказан освещением. Ну, тем интереснее будет наблюдать, как они сыграют. Мы видели, что Ксикса рисковал, и этот риск принес ему победу. Станет ли рисковать у нас Залая, мы узнаем. Поживем и видим, как говорится. Третий ход, и есть Серебряный Клинок или освещение через монету. Но все-таки монету очень хочется сохранить под Мурлинзи. Но опять-таки, если мы будем играть через этот легендарный 5-й дроп, то, соответственно, сейчас, ну что, варлидер, обилка, это очень паршивый ход. Полководца отдаешь на сиденье, а обилка вообще фактически ничего для тебя не делает на этом столе. Ну и тем более ставить полководца, зная, что в руке голодный краб. Ну а какой ход делать? В любом случае, играть что-то нужно. Это факт. И играем все-таки Серебряный Клинок. Решаем не оставлять монету под Мурлинзю, и на четвертый, похоже, что будет использовано освещение. Ну и теперь ход от Залая. Как он будет действовать, квест еще не выполнен, и попытка насвернуть темноголодного краба в руку может стать для тебя в дальнейшем неприятной ситуацией, потому что ты не сможешь крутить два передниковых осколка. Освещение от Сикса и пропуск хода. Таким образом, мы выигрываем себе время на Мурлинзю. Есть возможность у нас разыграть квест на седьмой, то есть, ну, по крайней мере, его выполнить. Сейчас бьем, ставим ледниковый осколок, возвращаем его молодым хвилибаром, и затем на седьмой мы сыграем ледниковый осколок плюс исчезновение, отправив обратно к себе в руку это существо. Судя по всему, залая не торопится, а планирует посмотреть дальнейший заход карт, чтобы уже как-то планировать. Ну что, делаем квест прямо сейчас, благодаря паромщику и молодому хвилибару. Но мы тогда поставляем с фотоударом Мурлинзи. Ничего не ставить... Слишком пассивно. Ну, ты рискуешь просто получить, предположим, Торима гребнистого осколкуна. Да, окей, ты вернешь обратно в руку, здорово. Только ты на это отдаешь целый ход, подготовки-то в руках нет. Ну, вроде бы у нас такие несложные противостояния. То есть, как у нас там принято считать, обычно в чате, да ладно, это агроколоды, просто ходишь в лицо и ничего не делаешь. Но количество решений, количество тех вариантов, которые тебе нужно продумать и просчитывать, оно очень многогранное. И поэтому за этой игрой интересно наблюдать даже любителям контроля. Ледниковый осколок у нас замораживает в Сикса. Паромщик возвращает осколок. 20 хп оставляем. Не разменивать со стола у нас в Мурлинзе паромщик. Но Торим этот размен тебе даст. В то же время ты этот размен можешь себе дать с помощью варлидера. Да, Мурлок полководец. Плюс у тебя есть возможность добавить еще немножечко существ на стол. Это и призыв Мурлинзе, конечно же. Первый дроп. Да, видим Мурквизитора, а затем Мурчадина через способность героя. И два Мурлока вылетают из колоды. Какие это будут Мурлоки? Сейчас посмотрим. Это слабые Мурлоки, но под полководцем. Но под полководцем даже эти слабые Мурлоки выглядят внушительно. Что тут ситуацию для Залаи спасает только исчезновение. Ну, думаю, замороз кольца плюс исчезновение. У оппонента будет в руках 9 карт. К сожалению, ничего мы ему не сожжем, но вариантов он их нет. Ну, а далее за счет мелких существ мы сможем насыщать стол и бороться. Здесь у нас однозначно еще Валира будет. Ну, в принципе, я бы сказал, что Валира доминирует сейчас. У нее, в принципе, победная ситуация. Ну, если бы не исчезновение, согласись, ситуация была бы плачевной. Не, ну, понятное дело. Но мы именно от руки смотрим. То есть квест уже, может быть, выполнен и все, в принципе, для Залаи здорово. Ну, то есть я, учитывая матчап, могу сказать, что это чуть ли не идеальная ситуация. Да, там это не выполненный квест на четвертый. Понятное дело, что если бы там в руках у Ксикса, не знаю, было освещение-освещение Тириум, все было бы еще лучше. Но самое главное, что ты можешь справиться вот с этим проспаун, с этим очень жестким столом. И Залаи. Что будем делать? Ледниковый осколок в лицо плюс исчезновение. Или ты придумаешь что-то лучше. Иначе через Молдовый хмелевар раскрутишь квест плюс сыграешь краба. Краб, который съедает полководца, и исчезновение. На следующий ход мы тогда даем ледниковый осколок Молдового хмелевара. Или, может быть, у тебя даже есть расчет крутить квест через того же краба. То есть сейчас Залаи сделал для самого себя не самый крутой ход, не самый сильный. Сыграв именно не ледниковый осколок, а краба. Для чего? Для того, чтобы забрать у нас варлидера. То есть полководца, который потом может сейчас, можно спамиться, Мурлоки обратно, выходит полководец, проигрываем игру. Но вот именно от расчета пробафа на следующий ход, то есть на восьмой, сыграл сейчас Залаи. Интересное решение. Сыграл фактически на опережение. Определенное решение интересное. Ну что, к Сикса пришла, пора возвращать все это дело на стол. Причем теперь уже с гидролога ты можешь наконец-то накопать секрет. Способность героям плюс Мурквизитор и еще одна способность героя. И еще два первых тропа. Армия мурлоков наступает? Да. Опять у нас ребят с единичкой атаки, которых ты боишься, потому что они мегазавром становятся больше и сильнее. Да и других возможностей пробафа хватает. В колодах паладина. И как теперь? Провидец, полководец, тот же Тарим. И этот стол будет просто ужасающе страшным. Препод неплохо. Определенно, но это не дает тебе прямо сейчас ощутимо преимущество. Вот в чем проблема. Играем еще раз голодного краба. Это уже, по-моему, третий мурлок, которого съел этот у нас синеголовый парень. Сейчас и четвертый будет? Да, но и решает делать квест именно на крабе. Квест выполнен прямо сейчас. Но не разыгран. Хорош против мурлок паладина, чтобы его игнорировать. Да, возможно, ты сейчас съедаешь не самых сильных мурлоков своего оппонента, но тем не менее ты убираешь два существа и третье убираешь с руки. Ну, понятное дело, что крутить на крабе это хорошая затея против Ксикса. Но вот ледниковый осколок давал бы тебе постоянную заморозку лица. А так тебе приходится ледниковый осколок отдавать до разыгранок квеста. Ну и паладин у нас отстает сейчас по игровой доске, зато есть доисторический дракон, который эту игровую доску тебе вернет. Зачистка идеальная. Ну и что нужно здесь злаи? С мимикрией, возможно, дополнительные рывки, чтобы разменять стол. В принципе, нужны существа. Именно существа выигрывают в этом противостоянии, когда у тебя уже выполнен квест. Вначале играем мимикрию, что идеально. Идеально, наверное, пылки элементарии 2-3, если они есть в колоде. Ну, не паромщики, это однозначно. Паромщики могут крутить инженера-новичка, на самом деле. Это не самый печальный вариант. А ведь ты прав, потому что сейчас только за счет инженера-новичка на столе ты можешь начинать перебирать карты. Лучший вариант все равно нет. Тут уже будут более привычные решения, тут уже вряд ли будут вариативные действия. В принципе, перебираешь колоду и выставляешь все, что можешь. Но уже у нас Залая совершил тот самый рывок, он наконец-то выполнил задачу и сейчас уже имеет серьезный стол. Да, останется на столе кабанчик 5-1 и два существа 5-5. Это прямо сейчас мы разменяем до исторического. но судя по всему таки будет делать Залай именно так. 15 урона на столе у нас для Валеры, чем ответит Ксикса. Ну и застапил для себя летал Залай. Есть возможность вернуть кабана в руку, выставить его еще раз и с обилки нанести последнюю дницу урона. Бьем кабана и Рагнарос Слуга Света, но он легко меняется. Ну, есть ход через именно Рагнарос Слуга Света и есть ход через Тарима. Что ты можешь добавить к Тариму? У тебя свободно три кристалломана гидролога и какой-нибудь побег на коду? Вероятнее всего. Но это в идеальном раскладе. Рагнарос выбирает сикса. Пытается вытянуть как можно больше ресурсов со стла своего оппонента в размены, а не в лицо себе. Что, мы будем топдек для залаи 10 уронов со стола и это не плохо. С топдека пират выходил ли глазастик? Мне кажется, что нет. А с волномутом не, это была не эта партия. Не эта партия, в предыдущий ксиксе играл монета обилка. Но если не глазастик все еще в колоде, отлетал. 10 со стола, пират глазастик 20, возвращаем, ставим, 25, 26, обилка, на все хватает маны, все замечательно. Мне тоже кажется, что глазастик еще не выходил. Ну вот мне по всему зала это все дело вспоминает. Похоже налетал, друзья, все зависит от того, если глазастик, но я не помню то, чтобы эта карта выходила. Судя по тому, что играет американский игрок именно через инженер новичка глазастик все-таки уже улетел и мы запамятовали. Ну, не исключено все-таки мурлок паладины и квест роги у нас это распространенная практика, причем мы сейчас с тобой не говорим даже о сегодняшнем игровом дне. ХГГ тоже радует именно данными и архетипами. Ну, и, конечно, сезон Старладера у нас уже длится такой солидный промежуток времени, ну, а сегодня у нас последний эфир онлайн-этап, последующий эфир, когда мы будем выходить со Старладером, это будут уже лан-финалы, которые пройдут в Киеве с 9 по 12 число. Именно так, но уже завтра мы вернемся к вам с сезоном Global Games, завтра, друзья, игры начнутся в 17.00, если вам интересно, как выступит сборная России, которая завтра будет играть свой матч, обязательно приходите поболеть за своих. Гидролог Тарим и затем только Озерный Охотник, чтобы получить гидролога 4-4, выглядит, как по мне, неплохим решением. Секреты око за око, покаяние, побег на кода. побег на кода забираем. Побег на кода под Таримом? Или все-таки через Озерного Охотника? Ну, сейчас нам Ксикс ответил на этот вопрос. Похоже, что там будем играть через именно Секрет, чтобы получить что-то Тарима в руку. Ну, таким образом ты две волны контришь. Ваниш. Какой-то бы хорошую размен тут найти. Предположим, два удара способность героя, но это не самый приятный для тебя ход. Тем более с Секретом. Предположим, ты забираешь пылка в Элементале. Он дает тебе в руку двух пламенных элементалей 1-2. И что дальше? Просто будем гать в простом стола. Ну, почему и нет. Ну, я сейчас вылетел с глазастик это мислят. Это мислятал. Сто процентов. Там было 10 урона. Пират глазастик 20. Паромщик возвращает в руку либерата либерата глазастик воставляем еще раз 25-26 сабилки на ману поманим мы на это все тратим паромщик 2 пират 3 еще я не знаю можно сыграть мимикрию и не знаю через клеп маниш. похоже о глазастике. вот все очень просто. Есть эта карта или нет, но это мислятал. Был на предыдущий ход то есть Залая уже позапрошлый ход да, по-моему уже на позапрошлый ход Залая уже должен был выиграть эту игру. Случается? Случается? Возможно Залая тоже немножко переиграл ладер и у него партии на квест-роге смешались. Здесь у меня чувство, как будто он осознал ошибочку немножко с глазастиком. Мне кажется что он просто вспоминал играл он или нет глазастик и показалось ему что не разыгрывал этого пирата. Но мы с тобой пришли к тому что он скорее его не играл а Залая пришел скорее к тому что он играл. как говорится тот кто не рискует не пьет шампанское но вот тут Залая должен был не рисковать а именно прочитать этот момент все-таки он сейчас пилотирует на разбойнике. Ну окей есть как есть посмотрим сыграет ли Залая дожмет ли он эту игру и просто сдается у нас Ксикса понимает что вариантов у него тут уже выиграть просто нет Рога его дожмет Пятая решающая битва на паладинах как заказывали Да друзья это не я не знаю я сейчас уверен что через 10 минут будет 3-2-2 в чат и так далее откройте еще раз посмотрите на игровую доску и посчитайте сколько урона вернул к себе в руку Залая Ксикса просто не мог от этого защититься никоим образом и даже дарим тебя не спасал 2-2 мир палов причем насколько я помню у Залая пал агрессивнее у Залая пал который использует такую замечательную карту как живец темной чешуи и если я не ошибаюсь у него в колоде нет Рагнароса Светлого то есть это вот такой да ты прав агрессивный вариант паладина тут по-моему только одно освещение вот я помню вот Радамди игрока который дошел до 1-4 на американских плей-офф и который благодаря своей ошибке не поехал в Шанхай даже двум ошибкам он там две партии мог выигрывать и две партии слил он как раз играл вообще на я не знаю как это назвать но наверное токен Мурлок паладин в этой колоде не было освещений там где третий дроп разыгрывается который дает божественные щиты в том числе в том числе да то есть но там помимо того что есть у нас распорядитель темнолесия там нет ни одного освещения нет ни одного серебряного клинка играется два два объединяющих клинка огромное количество на первых дропах всевозможные ну это просто агрессия это даже не вот редакция паладина от Залая а это вот именно такой чуть ли не фейс 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 причем у Залая в колоде есть волноловы есть провидцы но тем не менее старт у него пока оставляет желать лучшего именно так ну для ксиксов все ненамного лучше так то есть такое дело но как правило друзья мы привыкли видеть что именно Мурлок паладин который начинает без монеты и более агрессивная сборка у нас выигрывает в зеркальных противостояниях так что думаю что тут для Залая все выглядит лучше но как раз таки стартовая рука сильнее именно для ксикса ну вот Мурлинзя наверное немножечко подправит положение для Залая но это будет только на пятый ход думаю что сейчас будем играть Алдора и вот говорили мы про хороших хороший именно первый ход а затем второй через монету и третий ход будет классный для ксикса вот что делать дальше два гребнистых скакуна это здорово только это шестой и седьмой ход монету мы уже отдали равенство хорошая карта но равенство тебе без пироманта или без освещения не поможет как правильно по крайней мере это странно потому что в таких встречах мы привыкли видеть что хотя бы у одного паладина заход весьма неплох здесь же получается ну странная ситуация согласись когда оба паладина выловили не лучший опенинг ну смотри первый ход от ксикса волномут второй ход алдор третий алдор от золая мурквизитор есть в руках волномут просто которого мы не ставим ради темпа то есть по сути золая только один раз прожала билку ну как бы в любом случае ребятам есть что играть но могло быть гораздо лучше понятное дело что могло быть лучше но вот эта особенность мурлок пала как колода и то почему он популярен даже если у тебя не идеальная рука у тебя все равно есть что играть нет волномута вот тебе мурквизитор нету ни первого ни второго добро на тебе монету алдора нет этого давай доживем до четвертого потом сыграем серебряный как-то почистим стол или с помощью освещения а затем камбэкнем через мурлинзю вот именно вот эта вариативность мурлок пала она и у нас воодушевляет игроков выбирать ту деку вот помнишь что мы говорили про того же джей друида у тебя там просто нет вариантов там или разгон или все или смерть то есть или смерть у тебя разгон есть только буйный рост и нефритовый цветок добор только гоблин и только у нас дар природы зачистки вообще-то он ли размах плюс зверинонистовство которое ты бы хотел сыграть в броню обычно и гневы которые ты тоже хочется иногда сыграть в перебор ну и когда-то там потом доисторический дракон то есть нет вот у паладина этой однозадачности ну вот пал является именно в этом плане максимально универсальным классом у него есть сильные зачистки у него есть хорошая ранняя игра мид игра и при этом он еще может неплохо сыграть в лейтгейм за счет тиреона за счет смотрителя и раскопок через защитников холмов здесь у нас мегазавр для ксикса выходит в темп пока мы болтали тем временем пытается ксикса тут отыграть именно в темп потому что без темпа и без хорошего стола ты никаким образом не сможешь выиграть в зеркале марлинзя классная карта я думаю что она появится на пятый ход вероятно думает салай над разменами возможно вообще поход в лицо возможно мегазавр в мегазавра и алдор бьет по алдору оставляет ему единицу здоровья можно сделать приятный для себя трейд по столу отдав предположим мегазавра в алдора и поставить марлинзю но только если твой оппонент растрейдит до конца свой стол то марлинзя не купит сам себя и вот такой трейд мне нравится намного больше почему правильно потому что ксикса просто не может убрать дономент алдора со стола для того чтобы этого алдора убрать тебе нужно тратить равенство ну а здесь в ответочку прилетают собственные мурлинзи и сразу же выходит на стол хороший трейд от золая приносит ему теперь замечательная возможность играть через мурлинзю и накидывать грибнистого скакуна и ой как будет тяжело ксикса разбить грибнистого скакуна оппонента своим мурлинзи ему придется давать равенство и при этом ты не играешь ни своего грибнистого скакуна ни возможно что-то лучше но и также для золая есть возможность потянуть с мурлинзи массу карт далее накрыть все это провидцем и добавить мурлоков но мне кажется что грибнистый скакун все равно выигрывает грибнистый скакун здесь определенно лучше потому что грибнистый скакун обыгрывает сильные зачистки если ты сейчас вложишься банально в стол ты можешь получить равенство освещения и на этом твоя игра скорее всего закончена равенство есть да нет освещения но я давать сейчас равенство наверное придется самое печальное что ты никак не забираешь мурлинзю никак еще и стигадон остается на столе 2.6 грусть печаль беда при этом ты даешь ему возможность дальше крутить мурлинзю получает существ ну и тут позиционку у нас к сиксам проигрывает мурлинзя очень многое решает когда выходит первым на стол для твоего оппонента при этом когда у тебя нет возможности не дать этих самых мурлоков расстрейдив свой стол ну и в итоге не атакуем ну такое решение у нас от немецкого игрока печальное досадное но может быть освещение еще поднимет я думаю что здесь на ксикса еще рано ставить крест тут конечно да 2 провидца дают невиданный пробав на плюс 4 к здоровью в сумме но равенство я слышала все равно есть такое дело ну вот ксикса решила нас играть именно так по причине того что даже если ты играешь равенство и разбиваешь то у тебя на стол прилетают два мурлока еще один удар от золая своим мурлинзи просто уносит тебя из этой игры вперед ногами будет ждать топ дэк ксик со следующей картой или просто оставлять мурлинзи там 4.8 на столе после размина или 4.7 для того чтобы мурлинзи оппонента не добивал ни одно существо и не притаскивал еще мурлоков на стол cool face бам 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 оставляем 13 дней в здоровье и прожимаем способность героя нет даже еще одного провидца вот так играет золая ну что решающий момент найдет ли освещение сейчас ксикса не найдет это похоже на 3.2 ну есть хоть какие-то варианты у ксикса но предположим ты сейчас бьешь играешь эквол бьешь мурлинзи а там гребнистый скакун которого ты не проходишь еще один гребнистый скакун 6 атаки не хватает равенство мы бьем стегодон которого мы не проходим что мы хотим вот какие два мурлока могут нам помочь я не знаю но вот просто если хоть что-то выдумывать для ксикса с таким набором карт по-моему аутов нет если ты играешь равенство весь твой пробаф который ты набросил на предыдущий ход идет коту под хвост если ты не кидаешь пробаф то ты не размениваешь алдора то есть ты в любом случае в проигрышной ситуации печаль беда еще один пробаф удар но никого не добивает то есть мы просто из мерлинзи делаем толстую жирную стенку печать королей тут помимо печати королей для золай присутствует тарим удар тарим еще один удар мы добиваем стигодона у нас остается 3 3 6 9 1 ноф если я правильно посчитал потому что печать королей ты не можешь сыграть а хотя ты еще можешь прожить обилку то есть соответственно у волномута 4 атаки это 3 3 3 4 да тогда летал смотри 3 удар удар мурлоки да надо дать летал ну золая у нас уже один летал меснул возможно а все правильно все лебедь уволен 2 стигодона все правильно тогда тогда нет 2 стигодона тогда летала у нас нет тогда пытаемся освободить столб от разбивания мурлинзи чтобы притянуть себе еще мурлоков это и делает золая тянет озерного охотника разменивает второго стигодона прошу прощения друзья я забыл про второго гримиста скакуна непривычно видеть два пробафа ну да с таким вариантом летала нет но в любом случае это никак не спасает ксикса а могло ли здесь для ксикса решиться если бы зашло освещение а ведь могло бы размируя молдора полностью чистый скакун мы даем равенство освещения чистим стол и пытаемся вернуться мурлыками на стол выставляя сейчас например гидролога с колента уже за вылет с этого турнира жарки у нас игры будут ну прям мне аж не верится что колента иксикса играют за выживание это так удивительно на самом деле у нас следующей партией будет тайс против залаи у нас играют венера победитель выходит в грандфинал проигравшие точно играют венера просто обычно венера всегда играют нет по сетке она сейчас венера играют судя по расписанию которое опубликовано в социальных сетях и расписанию которое бросалось нам играются сейчас сейчас знаешь смотрит руководитель отдела атаки я не понял это же за ерунда друзья в общем небольшая пауза и у нас сыграют венера соответственно как ты уже говорила это тайс и залая именно так